Формирование нового состава общественной палаты – процесс многоэтапный. Едва завершился срок выдвижения кандидатов, был дан старт встречам кандидатов с жителями. Открыл встречу 14 апреля глава города Пущино. Он определил свое видение взаимодействия с общественной структурой и пожелал успеха в работе. Будь активными, общаться с жителями, доносить проблему жителей до администрации, до Совета депутатов и выполнять по-настоящему, в самом хорошем, в самом полном смысле функцию общественного контроля. Кандидат Андрей Аниченко в своем вопросе указал на правовую коллизию, несоответствие двух положений об общественной палате. Глава Пущино поблагодарил за своевременное первое обращение еще даже от нечленов общественной палаты. Также он пригласил собравшихся на общегородской субботник 22 апреля и на общеподмосковную акцию в Пущине «Леспобеды» 29 апреля. Всего свои документы в областную рабочую группу по формированию нового состава Пущинской общественной палаты направили 32 человека. На встрече присутствовал 21 кандидат. Всего лишь совпадение, но именно столько активных граждан войдет в число избранных. Треть, то есть семь из списка кандидатов определяет Совет депутатов, семь членов определяет губернатор и семь членов общественной палаты Московской области. Общественная палата изначально заведомо орган независимый. Он сам по себе, он не подчиняется никому. Администрация может помогать, помогать технически, организационно, выделять помещения, что-то еще и еще. Но орган независимый. Каждый из кандидатов мог представиться и изложить свое видение работы в общественной палате, наиболее важной для себя направлении деятельности. Первыми собравшиеся знакомились с теми, кто ранее не выступал ни на одной из встреч. Социальные вопросы, благоустройство, молодежная политика, спорт. Каждая следующая речь дополняла предыдущую. В Кущино с 1965 года училась, закончила Кущинскую среднюю школу номер один, первый медицинский институт. С 1996 года в городе Кущино являюсь заведующей акцией. Один время работала у кого-то коллеги, включились по несовершеннолетним. И в настоящее время директором Кущинского комплексного центра социального обслуживания. Моя деятельность в Кущино больше связана, соответственно, с научной деятельностью и, конечно же, с молодежной политикой, так называемой. Занимаемся мы с коллегами привлечением в город Кущино молодого населения, молодого талантливого населения, которое может улучшить наш город, скажем так, по всем сферам деятельности, начиная от науки, заканчивая образованием, и какой-то социальной деятельностью. В общественной палате хочу заниматься развитием детского спорта. Цикл встреч поможет кандидатам не только представиться, но и познакомиться друг с другом, а это, в свою очередь, облегчит начало работы нового состава общественной палаты. Здесь же звучали и выступления о вопросах, стоящих перед сегодняшним составом общественной палаты, так как 10 кандидатов хотят продолжить свою деятельность в этой организации. Собравшихся также заинтересовали принципы взаимодействия с областными структурами. О работе рассказала и Диана Ларионова, председатель общественной палаты города Пущино и ведущая встречи. Точку в подобных мероприятиях поставит единый день голосования. Он запланирован на 22 апреля. С 10 до 17 часов каждый житель может прийти в центр «Мои документы» и проголосовать за кандидатов, отметив 21 фамилию. Главное – взять с собой паспорт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!